Мур-мур-мур миру ня! Ничего страшного! У нас еще остался резерв! Мои копейщики и королевские лучники! Погодите! Еще рано их вводить! Мои алибордисты крепкие ребята! Я уверен, они задержат орков у стены! Да! Но что нам делать с драконом? Мы не можем его остановить! Все бесполезно! Если мы его не остановим, он сожжет все наши войска! Боюсь, нам нечего ему противопоставить! Как ни прискорбно это осознавать, но мы проиграли эту войну! Нет! Я не согласен с этим! Мы будем драться до последнего! Подожди, брат! Не стоит бросаться в бой, сломя голову! Я уверен, мы что-нибудь придумаем! Нам нужно только время! Вот его-то у нас как раз и нету! Вы разве не видите? Мы здесь в ловушке! И наша участь предопределена! Нет! Нам лишь нужно отвлечь дракона! Это я беру на себя! А вы собирайте остаток войск и отступайте из замка в сторону столицы! Но, брат, как ты это сделаешь? Да и орки не дадут нам покинуть замок! Они сразу кинутся в погоню! Орков задержат алибордисты! А вы выходите с другой стороны замка, через главные ворота! Лорд, у нас же остались еще амфиктеры! Мне нужен самый быстрый! Конечно, сэр! Но ведь это очень опасно! Не стоит вам делать это самому! К сожалению, наездников больше не осталось! Да и должен же я внести свой вклад в нашу победу! Прощай, брат! Надеюсь, еще увидимся! Прощай, нефрик! Да хранят тебя боги! Субтитры сделал DimaTorzok Эй, ты! Злобная тварь! А ну покажи, что ты умеешь! Да я сошру тебя! Как букашку! Ха! Сначала догони, неуклюжая ящерица! Смотрите, смотрите! Нефриту действительно удалось отвлечь дракона! Лорд, пора уходить! Сэр, собирайте свои войска и уходите из города! Мы задержим их сколько сможем! Лорд, вы самый благородный человек на этой земле! Я никогда не забуду вашего подвига! Клянусь, ваше... Время дорого! Уходите, мой мальчик! Нефрит не сможет долго удерживать дракона! Был рад служить вам и нашему королевству! Пощайте! Субтитры сделал DimaTorzok Вперёд! Вперёд, алибардисты! За короля! Вперёд! На, получай! Проклятые лягушки! Али, руби! За короля! Субтитры сделал DimaTorzok Сделай нам доспехи, чтобы были очень хорошие. Ага, давай. А мы пойдем... Залипла на мехи. Оставь в покое, это не для твоих принцессовых рук. Я уже поняла, что не для моих. Я потратила на это не один день. Но зато смотри, какое красивое архитектурное сооружение. Я считаю, это шедевр. Это нужно внести в аналог истории нашего с тобой королевства. Вот это вот первая кузница няшки и лисички. Ну, я бы сказала, что няшки и лисички, я бы сказала только няшки. Но наше же королевство общее. Ну, так-то да. Вот. Пошли покормим животных, наверное. И давай собираться потихонечку. Смотреть, что у нас вообще где есть. Немножечко подгрузить. Не то, что немножечко, надо хорошо загрузить. У нас где-то были, помнишь, ядра мы таскали там с тех кораблей. Там где-то оружие. Оружие на втором этаже там на стойке должно быть. Ага, я вижу, да. Вот. Вот. Его забирай. Я пойду пока покормлю. Да, забирай мечи. Все это. Иди загружай наш корабль. Там что-то уже было на корабле. А вот я блестяшки выложу сюда. А кузнец потом сам заберет, если ему надо будет золото. Хотя я подозреваю, что золото ему может и не надо. Хотя с другой стороны, если делать такие доспехи королевские, это же надо там золотую инкрустацию делать, одно другое. А еще могут приехать торговцы всякие и какой-нибудь ценный материал ему продать, пока нас нету, да? Вот. Что ты меня бьешь? Это ж тем более цыпленок-меч. Цыпленок-меч, круто. Бери с собой цыпленок-меч. Конечно. Он плохо бьет, но приносит удачу зато. Всем, кто его держит в руках. Во-первых, да. Во-вторых, представляешь, когда бежишь на врага с цыпленком. И враг умирает со смеху, да? Да. Блин, слушай, Лися, мы с тобой смеемся, а братья там в беде, между прочим. Ну, мы же собираемся. Ну, да, мы же собираемся. Вообще, да, куда же мы не накрашенные-то пойдем, да? На войну. Нас там серьезно нет, они вас примут. Так, у меня, по-моему, ячмень был в руках. Да, у меня еще есть ячмень. Я пойду зверушек покормлю. У меня еще ружаное всегда зверное. Пойдем быстро скотину покормим. Вдвоем быстрее будет. Пойдем, 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 пойдем. Так. Как вы, мои тут хорошие, мои цыпочки. Да, надо дверь, кстати, закрывать, ты не забывай про это. Да, да, да. Вы яйца нам снесли? Или чего? Наш петух. Помнишь, как я первого петуха случайно убила? Да, да, да. Мне было так стыдно. Ой, цыплятки. Вылупились. Или они были там в этом, в углу? Слушай, я думаю, что они вылупились, потому что в одном из насестов... А, они сидят на этих... Хотела сказать, на горшках на насестах. Так, давай ты курей кормишь, а я пойду коровок покормлю. Ага. Они одичали, что ли? Блин, я пока строила эту кузницу, я случайно про них забыла. Они, наверное, очень разозлились теперь. Фунтик дворянка! Слушай, а она беременная, поросенка. Да? Да, да, смотри, дворянка беременная. 8 сентября будет рожать? А сейчас у нас что? А, не знаю. Ты у нас уже сколько... 4 сентября. Так через 4 дня! Надо сказать кузнецу, чтобы он не забыл роды у свиньи принять, пока нас нету. Ага. Вот. Так, еще пойдем лошадок тоже надо... Мелкие, прикольные. Пойдем лошадок наших проведаем. Лошадки. Мои лошадочки, мои лошадки. Ой, зерно там портится, надо зерно почистить. Да, тебя так долго не было. Да нифига они не скучали, я их каждый день проведу. Блин, у меня есть еще. Они еще хотят? Я Валерию не покормила. Валерия, вот Валерия. А чего ты злишься, она не дает. Давай кушать. А давай я тебе дам, может быть ты дашь ей. Давай, давай, давай. Давай. На. Опа, поднимайся. Так, Конану. А чего она такая? Не знаю. Ну написано... А, может она сытая просто? А эти, гаврюши, что тогда... Может быть, да. А эти прям хотели есть сильно. А та сама, наверное, уже наелась где-то, нащипала. Дракон она, мой красавчик. Ее хотела построить конюшню, но я не успела. Теперь уже по возвращению. Ну, ничего страшного, успеем. Да. Я хотела, вообще-то, взять вас на корабль и поехать с вами на войну, но я боюсь, что там... Ганец сказал, что там дракон, и я боюсь, что он вас изжарит, вы погибнете, поэтому вы остаетесь дома, вас слишком жалко. Слушай, а у нас еще кузнец, кузнеца придется оставить, чтобы он следил за всеми животными. Так я и говорю, что вот он должен роду свиньи там принять, животных кормить, там огород твой, кстати, вон... Я, кстати, не ухаживала за огородом. Как он там? Ну, вроде как все с ними хорошо, зрело. Растет, да? Да, все растет, все хорошо. Но у нас на самом деле кое-какие... О, а он созрел его уже на сто процентов, да? Да, 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 он зрел. Вот жут, вот жут надо собрать, потому что веревки нам, в поход, понадобятся. Сейчас я собираюсь. Блин, тут все. Слушай, тут, наверное, дракона будить. Я в самом конце его разбудю, потому что, блин, дракона будить реально страшно. Давай вот перед самым выездом, чтобы, если что, успеть тогда это... Ладно, хорошо. Вот сейчас уже вечер, да? Давай утром. Ты побежишь тогда на корабль. Ты взяла уже все, что нужно на корабль погрузить? Ну, в общем-то, да. Чуть-чуть-чуть. Кузнец нам как раз за ночь сделает доспехи. Вот. И утром я побегу будить дракона, а ты побежишь на корабль тогда. Хорошо. Вот. Так, пойдем тогда. Такой вечер, такой классный. О, подожди, да, давай пошли полюбуемся на закат, смотри, Леся. О, пошли полюбуемся на закат из башни. Из башни, да, да, да. Да, смотри. Ой, красота, только самое главное успеть. Да, надо набраться хороших ощущений перед боем, надо понять, за что мы воюем, ну, кроме того, что за братьев, за родную землю, так сказать, за наше королевство. О, да, смотри, какие звезды, красота вообще. И луна уже взошла. Луна. О, смотри, как красиво подсвечивается наш этот кораблик ночью. Ну, посмотри, на фоне заката и на фоне луны вообще обалденно, блин. Лися, мне аж прямо уезжать отсюда не хочется. Но мы же вернемся. Обязательно вернемся. Мы же там всех победим и вернемся. И вернемся. У нас дракон есть, мы победим. Конечно. У них, правда, тоже дракон, но наш-то лучше. Наш самый старый. У нас есть мы. Да. У нас есть лисичка, которая вообще не боится шариться по лесам, убегать так далеко. Вся истыканная стрелами, возвращается. Но, тем не менее, живая, ничего и не происходит. Блин, сверчки. Да, прокачала силы. Сверчки. Классно. Пошли спать, а то сейчас на спауне со всякой нечисти. Давай, вдохнем немножко. Да. Моя кроватка. Подожди. Я, значит, я наконец-то буду спать на своей кроватке. Да. Спокойной ночи, лисенька. Все, давай. Спокойной ночи. Все, надеюсь, эту ночь продержатся наши братья без нас. А завтра мы к ним приедем и устроим там шорох у врага. Да. Давай. Именно. Спокойной ночи. Все, давай. Раз, два, три. И тишина. Утро, лисенька. Ты голодная, холодная. Вообще. Ой. Я тоже чего-то проголодалась. Чуть-чуть попить. Да, где моя мать? Лиса, ты что, так и спала в доспехах, да? Ну да, я привыкла. Правда, я тоже спала в доспехах. Блин, я так устала вчера, что вообще. Это ты дуешь? Да, немножечко. Пошли. Пошли посмотрим. Он нам что-нибудь сделал вообще за ночь? Он там, блин, ковырялся же целую ночь, как мы его оставили. Ну да, я, кстати, слышала сквозь сон какие-то звуки. Какие-то звуки, это какие звуки? Да? Я спала как убитая, а ничего вообще не слышала. Слушай, я за столько времени научилась спать очень четко, поэтому... Я тут уже расслабилась, блин. Это я на войну собралась. Интересно, он там живой? Что-то там все тихо так. Давай, заходи. О, нет, смотри, делай. Смотри, он какую-то штуку делает. А что это такое? Какая штука черная, интересная? Ну нет, что ты делала всю ночь? Расскажи нам. Расскажи нам, да. Покажи нам. Что там, какой-то молчаливый? Ну, не разговорчик. Ну-ка. Ну-ка, что это такое, что это такое? О, смотри, какая интересная штуковина. Шлем из черной стали. Блин, это вам не хухры-мухры. Это не те медяшки, которые... Ты успел два комплекта сделать? Нифига себе. Слушай, ничего удивительного, что орки его не убили. А, и по мечу по целому. А, мы настоящие рыцари, Лися. Даже у брательников таких штук нет. А ты так хорошо смотришься. Черный с рыжим. Вообще классно. У тебя такие классные рукавишки. Вообще, мне так нравится. Офигенчик. Слушай, да, я не удивлена, что Кузнец был в плену. Да. Ты вообще-то просто мастер. Ты отсюда не уйдешь, Кузнец. Ты остаешься с нами. Нет, давай не будем как орки, а все-таки его спросим. Ты с нами останешься? Да, правда. Будешь нам помогать? Как-то он не уверен. Он тебе кивает, он сказал, что будет, да? Да, но он похивал. Ты будешь самым главным Кузнецом вообще в нашем королевстве. Но мы тебе доверим сейчас остаться за главного покажем. Мы тебе наше королевство доверяем. Ты, считай, министром становишься из Кузнеца. Нас нету, ты отвечаешь за все наше королевство. Включая свиней, которые родят уже теперь через три дня. Коров и наших лошадок. И петуха тоже. Да, это лошадок. Лошадок хорошо корми. Да, да, они наши любимцы. По-моему, он спрятался. Не бойся. Мы зато тебе подарим нашу любимую кобылу Валерию. Да. Правда, она самая необъезженная. Но мы поможем объездить. Мы поможем, да. Если что, мы найдем объездчика. Мы вот пойдем сейчас в военный поход, и там мы захватим себе. Точно. 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 Смотри, те, кто откажутся сражаться, сдадутся в плен и присягнут нам с лисичкой, тех мы пощадим. Да, и заберем их с собой. Да. Вот. У братьев там и так все в порядке, у них достаточно людей. Я надеюсь, их еще и останется достаточно после войны, а то пока мы с тобой тут, знаешь ли, рассусоливаем, может уже не остаться. Давай быстренько. Поэтому давай быстрее, да. Да. Так, я пошла будить дракона. Все. Давай, бежим. Так, что у нас здесь? Надо провизию с тобой еще положить. Да, провизия. Кстати, дома сыр лежит, посмотри, там на столе остался. Ага. Все, супер, забираю. Так, а я пошла... Блин, наверное, дракона с пустыми руками не стоит соваться. Или сходить, все-таки он голодный там. Возьми золото, возьми золото. А, золото, точно, точно, мы же притащили золото. Точно, не зря его... Подожди, а куда я его сложила-то? А куда я золото складывала? Куда я бросила золото? Сверху, наверное. А, точно, может быть сверху. И блестяшки. Вот, точно, вот золото, он же его любит. И вот самородки на всякий случай тоже. Хотя самородки он как-то так, а вот слитки он любит. Ну вот слитки, да, слитки возьми. Слитки, да. Самородки даже, наверное, я оставлю дома. Пускай дома лежат. Вдруг они там понадобятся на каком-нибудь... Так, сюда не лезут. Сюда положу самородки. Все. Ой, возьму что-нибудь с огорода. Угу, давай. А, Джуд, ты, кстати, бросила вымачиваться, нет? Не, я сейчас брошу. Угу. Так, вот я тут к дракону даже прорубила, чтобы удобнее ходить было. В воздухе висят какие-то призраки. Жуть какая. А, нет, это были не в воздухе. Это издали казалось, что они в воздухе, а на самом деле они только притворялись. Это был мираж. Мираж? Да. Ух ты ж. Да, мираж скелетов. Как тут темно. Дракон! Рома, просыпайся! О, я слышу страшное рычание. Дракон! Ты там аккуратней. Просыпайся! Слушай, дракон, выручай! Беда случилась. Злые силы нападают на наше королевство, точнее на королевство нашего отца. И все бы ничего, он нас, конечно, выгнал и все дела, но я боюсь, что мы следующие. Давай ты пойдешь с нами и поможешь нам. Там есть другой дракон, он такой же, как ты, но он находится в подчинении злого колдуна. Только ты сможешь спасти всех. Представляешь, они так злобно используют драконов. Пошли с нами, ну пожалуйста, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова